Можно, в общем, много чего пережить. Можно почти любой исход спецоперации продать гражданам, которые только и ждут, чтобы им хоть чего-нибудь бы продали. Шансы не нулевые будут, я бы сказала, у каждого. В случае смены власти, в случае режимной трансформации в игре будут участвовать все, кроме мертвых. Все кажется вечным, пока не заканчивается. Екатерина Шульман в представлении не нуждается. 77% избирателей отдали свои голоса за Владимира Путина. Президент Путин живее всех живых. Его фамилия Путин, зовут Владимир Владимирович. Путин, Путин. Президент Путин. Путин. Владимир Владимирович Путин. Вступление в должность президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. Екатерина, здравствуйте. Очень рад, что мы с вами опять беседуем. В прошлый раз мы с вами беседовали в Москве. если мне не изменяет память. Да, и имели удовольствие сидеть за одним столом. Теперь не так. Да, и мы с вами как раз еще обсуждали, кто будет следующим инагентом. Русская народная игра, угадай, инагента. А прошу прощения, Илья, вы еще нет? Вы не он? Вы знаете, это самый главный вопрос. Меня все спрашивают, Илья, а почему ты до сих пор вместе с танком не сгадываешь? Почему ты еще не инагент? Уже как-то приходится оправдываться. У меня даже есть такая шутка в Твиттере, кому заплатить и куда, чтобы тебя включили в список инагентов, чтобы прекратили задавать эти вопросы. Но мне кажется, когда они пойдут по второму кругу, если они в алфавитном порядке, я просто на букву В, и они рано или поздно должны будут заново эти списки просматривать, и, может быть, и сия кара и участь, она коснется и меня. Потому что, да, еще пара пятниц, и это уже будет выглядеть совсем неприлично. Мне кажется, у них уже как-то подзакончились варианты. Но я уверен, там фантазии хватит. Друзья, сейчас будет очень важная реклама. Не проматывайте, а досмотрите ее до конца. В этом году с января по сентябрь россияне купили 108 миллионов упаковок успокоительных и 8,4 миллиона антидепрессантов. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Общая сумма расходов на препараты составила 18,9 миллиарда рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Такие данные приводит Центр развития перспективных технологий. Проблема в том, что антидепрессанты и успокоительные лишь убирают симптомы тревожности и навязчивых состояний, но они не всегда искореняют причину. Применение только медицинских препаратов не научит замечать первые признаки выгорания и усталости, прислушиваться к своему состоянию и заботиться о себе. А психотерапия может помочь, в том числе справиться со стрессом, тревогой, апатией и другими состояниями, которые мешают наслаждаться жизнью. Найти нужного вам специалиста можно на онлайн-сервисе Ясно. Чтобы записаться на консультацию с психологом, не нужно никуда звонить и подстраиваться в расписание под загрузку специалиста. Достаточно заполнить анкету, указать проблему, с которой хотите обратиться к психологу и отметить удобное для вас время. Алгоритм вам подберет несколько подходящих специалистов, а дальше вы выберете того, кто покажется наиболее приятным по описанию и фотографии. Если у вас есть особые требования к психотерапевту, то можно обратиться за помощью в службу поддержки. Тогда искать нужного специалиста будут в ручном режиме сотрудники с психологическим образованием. Сервис Ясно создан психотерапевтами. Отбором специалистов занимаются тоже профессионалы в этой области. Все психологи в Ясно подтвердили не только профильное образование и как минимум трехлетний опыт работы, но и профессиональную репутацию. Сессия длится 50 минут и стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем мощные офлайн-консультации. Нет ничего стыдного в том, чтобы обратиться за помощью. Записаться на консультацию с психологом можно по ссылке в описании к этому ролику. А по промокоду Варламов вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. Я с вами хотел поговорить о таких более масштабных процессах, которые происходят. Немножечко отвлечемся от всей нашей земной суеты и поговорим, о том, что будет дальше, что может быть с Россией. Как вы сейчас оцениваете вообще позиции Владимира Путина и сколько он вообще по-вашему? Потому что раньше он все оказался вечным. Настолько ли он вечен сегодня? Все кажется вечным, пока не заканчивается. Но вообще, когда мы с вами начинаем пытаться предвидеть будущее и как-то его прогнозировать, то мы, если не занимаемся торговлей предсказаниями, то занимаемся построением вероятностных сценариев. То есть пытаемся просчитать разные сценарии и указать степень их вероятности. И самый вероятный сценарий всегда в любой ситуации – это сценарий инерционный. Это как у метеорологов. В 85% случаев завтра будет такая же погода, как и сегодня. Но если бы этот прогноз сбывался в 100% случаев, то не менялись бы времена года. Они, как вы понимаете, меняются. Поэтому инерционный сценарий намного превосходит по степени своей вероятности и все остальные. Но есть нюансы. И когда он не сбывается, то он не сбывается совсем. Поэтому мы отдаем должное устойчивости нашей политической системы в целом, ее адаптивности, ее гибкости, ее способности как-то окукливаться в нужные моменты, накопленному ею запасу, который позволяет, в принципе, не шевеляясь, переживать всякие трудные времена, ее предыдущему опыту, когда ровно такое бездействие, в общем, как-то проводило ее через опасные этапы. Это мы все помним и не вычитаем совсем из нашего уравнения такую вероятность, что вот так ни шатка, ни валка, оно еще какое-то время проскрипит. Гнется и скрипит, как мачта из стихотворения Лермонтова. Но все-таки пока еще держится. А это мы, что называется, держим в голове для того, чтобы не пророчить прямо вот на завтра, значит, распад России, смену режима и прочее. Но я думаю, что даже самые, так сказать, оптимистичные лоялисты или, наоборот, пессимистичные оппозиционеры не полагают, что мы имеем дело с какой-то политической моделью на этапе ее расцвета или на этапе ее там бурного роста и развития. Понятно, что мы имеем дело с моделью, в общем, немолодой, довольно пожилой, которая по странному стечению обстоятельств заставляет себя выделывать удивительные фортели, к которым ни ее внутреннее устройство, ни предыдущий опыт, в общем, не то, чтобы ее очень сильно подготовил. Мы ее только что хвалили за адаптивность, да, но это была адаптивность, скажем так, либо мирного времени, либо по отношению к тем кризисам, которые приходили снаружи. Вот мы там неплохо пережили, как считается, 2008 год, мировой финансово-экономический кризис. Внешние потрясения, в общем, нас обходили стороной. Внутренний кризис 2011-2012 года, предыдущий, скажем так, осязаемый запрос на политические перемены, удалось преодолеть смесью репрессивности и переключения повестки. Окончательно он был преодолен с точки зрения тенденции общественного мнения. В 2014 году, когда вот крымский подарок сделал нацию на некоторое время единой вот в этом вот крымском консенсусе, в этой крымской эйфории. Это все продлилось приблизительно до 2017 года. Тогда начались новые протесты, когда молодежь перестала быть лояльной, наоборот, стала из самого, так сказать, путинского поколения, как его тогда называли, стала антипутинской. Начались городские протесты, наподобие московских протестов против реновации и последующих в разных городах. Протестов, например, с экологической или градостроительной тематикой. Вам, Илья, этот предмет этот хорошо известен. Вот это все у нас шло-шло-шло, достигло некоторого пика в 2019 году. Продолжала снижаться популярность президента лично и, что называется, политического курса в целом. Потом наступил 2020 год, когда, с одной стороны, была задумана и проведена конституционная реформа, с другой стороны, опять же, извне пришел ковид. Вот и с конституционной реформой как-то вроде все удалось. Референдум этот, не референдум, а общенародное голосование было довольно позорно. Выглядело снаружи, но, по крайней мере, с точки зрения самой системы, прошло нормально. То есть административная машина справилась, больших протестов не было. Ну, на пеньках, на пеньках, а зато проголосовали. На пеньках, на пеньках, а петь будешь стоя, как в известной байке про гимн Советского Союза. А конституцию-то все-таки поменяли. С ковидом тоже удалось как-то справиться. Избыточная смертность, насколько велика, выяснилась только постфактум. Она была размазана и по времени, и по, что называется, отдельным домохозяйствам. Не воспринималась как общенародная беда, а как некий набор частных эпизодов. Вот у каждого человека в каждой семье какое-то персональное несчастье случилось. Поэтому этот миллион избыточной смертности, в общем, ярко выраженных политических последствий не имел. Больших, так сказать, по европейскому или по китайскому образцу ковидных ограничений наша система мудро вводить не стала. И потом гордилась тем, что мы, вот видите, экономику не загубили. И как-то и с вирусом справились. То, что положили больше миллиона человек, избыточной смертности, как говорят нам демографы, это, еще раз скажу, выяснилось уже позже. То есть вот с этим набором опытов, так сказать, успеха со своей собственной внутренней точки зрения система подошла к 22-му году. И решила устроить себе еще одно удивительное приключение, удивительное такое сальто-мортали. Что дальше? Можно ли и через это как-то перепрыгнуть, переползти, и это пережить, и это абсорбировать, и продолжать жить дальше, что называется, своей предыдущей жизнью? На этот счет большая сейчас идет дискуссия в политической науке. Материала накоплено довольно много относительно того, как вообще персоналистские автократии, в частности, автократии в целом, переживают, например, военные поражения. Можно ли их пережить и остаться у власти, если уж совсем упрощать заданный вопрос, то он сводится приблизительно к этому. Есть примеры в политической истории, в том числе недавней политической истории, и одного, и другого. Бывали автократии, которые выборы проигрывали, прошу прощения, войны проигрывали. И власть сохраняли. Тот пример, который чаще всего сейчас приводят, это Ирано-Иракская война 80-го года. Она шла 10 лет, если мне не изменяет память. С обеих сторон были жертвы в сотни тысяч человек. Закончилось абсолютно ничем. Считается, что Хусейн ее проиграл, но это ему не помешало еще прожить несколько счастливых лет и быть повешенным уже несколько позже своими благодарными согражданами. Также из тех примеров, которые приводятся, это Югославия и Милошевич, который отнюдь не был свергнут бомбардировками НАТО, вопреки популярной легенде, а еще сохранил власть вполне на некоторое время, пока его соратники не решили от него избавиться, как уже от, так сказать, лишнего груза для своего политического благополучия. Но бывали и противоположные примеры. Например, аргентинская хунта лишилась власти, аргентинская диктатура после проигрыша войны, вот этого военного эпизода с Фольклендскими островами. Диктатура черных полковников в Греции, португальский режим Салазара в значительной степени действительно непосредственным предшественником, непосредственной причиной исчезновения этих политических режимов была военная неудача. То есть бывает и так, и так. Тут как раз все, как это, все по Толкину, да. Спроси у эльфа совет, услышишь его ответы, да и нет. Спроси у эксперта, он тебе скажет, бывает так, а бывает и по-другому. В принципе, надо сказать, что при такой экономической устойчивости, которую продемонстрировала наша страна, и при таком, так сказать, мирном и тихом населении, можно, в общем, много чего пережить. Можно почти любой исход спецоперации продать гражданам, которые только и ждут, чтобы им хоть чего-нибудь бы продали. Это мы уже видим по всем возможным социологическим маркерам. Граждане поддержат любое решение. Но если еще углубляться в те же социологические результаты, результаты социологических опросов, то граждане хотят завершения военных действий, но хотят, чтобы это сделали власти. Вы начали, вы завершаете. Интересный разрыв, например, возникает в ответах на вопрос, считаете ли вы, что президент должен подписать перемирие, мирный договор, закончить войну, и вы бы остановили войну, если бы вы бы остановили специальную военную операцию, если бы это было в ваших силах. На первый вопрос гораздо больший процент респондентов дают положительный ответ, чем на второй. То есть по-прежнему эта вся история воспринимается как дело начальства. Вот у начальства какие-то такие фантазии. Мы не возражаем, им виднее, мы люди маленькие, мы встраиваемся, адаптируемся или там избегаем, прячемся. Неважно, мы не сопротивляемся, мы не возражаем. Мы хотим, чтобы это все кончилось, но им решать, им это делать. Логика, в общем, такая достаточно единообразная. Своя последовательность в этих рассуждениях есть. Вот так это выглядит, что называется, сейчас, в моменте. Мобилизация вызвала большую массовую панику. Это видно по опросам очень хорошо. То есть она выгнала людей в состояние настоящего массового страха. После того, как мобилизация была приостановлена, мы видим, как эти кривые тревожности пошли немножко вниз, но до уровней, так сказать, перед 21 сентября и близко еще мы не опустились, люди в очень-очень нервозном состоянии. В этом состоянии они с облегчением воспримут любой ужасный конец, кроме как ужас без конца. Хорошо видно, что милитаристское ядро энтузиасты военных действий, так сказать, апостолы победы, немногочисленны. В принципе, цинично рассуждая, с точки зрения власти, стремящейся к сохранению власти, ими можно пренебречь. Возможно ли добровольное оставление власти какой-либо сценарий ненасильственный? Если послушать некоторых политологов, то говорят, что, насмотревшись на то, что происходит в мире, начитавшись историей, Владимир Владимирович, он, может быть, и хотел бы уже уйти на какую-то почетную пенсию и заняться изучением архивов Великой Отечественной войны, но, к сожалению, ему уже нет такой возможности, такого выбора у него. Есть ли такой выбор, как вы считаете, у него? Давайте мы в чужую голову лезть не будем. Кто чего на самом деле хотел или не хотел, мы не знаем. Более того, это не так важно. Я могу только сказать, что когда речь идет о людях, о взаимоотношениях между людьми и вообще социальной динамики, очень мало есть невозможного. Все, что возможно физически, возможно и социально. Вот эти вот все невероятности, перед которыми мы сидим в размышлении, думая, вот этого никогда не может быть, а это вот обязательно должно случиться. Они переворачиваются очень легко и невозможное возможно, дорога дальняя легка. Все бывает, все бывает. Все люди могут поступать, так сказать, как угодно, буквально. Я помню, что в начале этой всей специальной военной операции была такая аксиома, которая тут достаточно наслышалась, в Германии, в экспертных кругах и в, так сказать, чиновничьих, что Россия не может проиграть войну. Не может Россия проиграть войну никак, а если начнет проигрывать, то, значит, будет на всех атомной бомбой кидаться. Когда я аккуратно пыталась спрашивать, а почему, собственно, не может, на основании чего мы это утверждаем с такой уверенностью, мне как-то вот не отвечали. Это все фантазии, как выяснилось. В общем, и тогда уже можно было догадаться, что это фантазии. Большие державы проигрывают войны, атомные державы проигрывают войны. Все это бывает. Любые конфликты, самые кровавые и братоубийственные заканчиваются какими-то переговорами. Нации, которые резали друг друга, живут потом вместе. Все это делается. Еще раз повторю, люди могут поступать как угодно, и в плохом, и в хорошем. Что касается нашего с вами, так сказать, узконаправленного вопроса о возможной смене власти. Сейчас идет, как я сказала, активная дискуссия в политологических кругах относительно того, что бывает с такими режимами, как наш, в такой ситуации, как наша. А есть люди, которые аргументируют, ученые, которые аргументируют вероятность режимного коллапса или вот такого, что называется, мэлтдауна по образцу Советского Союза, по образцу советской власти. Известная статья Дэниела Тризмана, одного из таких знаменитых в мире политологов, в Foreign Policy, кажется, она была. Вот она как раз про это, что будет режимный коллапс. То есть система, проще говоря, будет не в состоянии справляться со своими обязанностями или, еще проще говоря, отдавать приказы, которые выполняются. Вот они перестанут выполняться, начнут отваливаться от этой машины власти какие-то куски, какие-то колесики из нее посыпятся, и вот так оно и развалится. Там не шла речь напрямую о территориальном распаде Российской Федерации, как государственного образования. Хотя надо сказать, что именно с точки зрения территориальной мы сейчас выглянем сомнительнее всего. У нас нет границы, мы не контролируем ту территорию, которую называем своей. Это, в общем, не очень здоровая ситуация для любого государства, в особенности, конечно, для государства, на которого не враг напал, а которое само полезло в какую-то такую роду историю, в результате чего оно теперь не знает, где оно расположено. Это не очень здорово. Так вот, это вот версия Трисмана. Ему возражает российский политолог, один из самых авторитетных наших академических политологов, Григорий Голосов, который говорит, что вероятнее режимного коллапса или этого режимного мелдауна переворот. Переворот военный, либо переворот, не обязательно военный, а, скажем, группы гражданских заговорщиков, поддержанных какой-то военной силой. Вот это вот более, с его точки зрения, вероятный сценарий. И тот, и другой автор приводят чрезвычайно валидные аргументы в поддержку своей позиции. Это все такая, в общем, серьезная дискуссия, а не гадание на кофейной гуще. Действительно, перевороты, довольно хорошо изучена политическая наука, их любят изучать, они зрелищные, красивые, ограничены во времени. В общем, можно про это дело написать и статью, и книжку. Там такие есть закономерности. Значит, вероятность переворота не зависит от популярности или непопулярности лидера, против которого они направлены. Те люди, которые задумывают заговоры, они не очень ориентируются на результаты соцопросов. Им это все равно. Вероятность переворотов повышается в год до выборов и в год после выборов, даже если выборы носят имитационный характер. А надо признать, что перевороты, это, конечно, не для демократии. Демократии такими не развлекаются. В большинстве случаев это случается, там это происходит в латиноамериканских странах, в африканских странах, в странах Юго-Восточной Азии, в общем, в недемократических. Но даже они устраивают у себя какие-то выборы, и вот это опасный период. Почему? В общем, более-менее понятно. Какой-то ветер перемен начинает дуть, элиты начинают размышлять. Если, в принципе, есть выборы, то у них могут быть там разные результаты. Либо они могут опасаться, что тот лидер, который им уже перестал нравиться, выборы выиграет и засядет еще надолго. Либо они могут опасаться, что он на выборы пойдет и проиграет, либо вызовет какую-то протестную войну. Лучше мы сами, значит, что-нибудь там с ним сделаем. Или, почему поствыборный год тоже опасен, выборы показали, например, что в обществе нет того единства, на которое рассчитывали. Поэтому давайте-ка мы, значит, вот этого сковырнем и сами сядем царствовать. Эта мысль приходит в голову. Поэтому вот этот вот электоральный период, он для автократий опасен. Перевороты, как я сказала, бывают не только военными. И, надо сказать, еще они бывают не только удачными. Наш с вами опыт 91-го года, ГКЧП, соратники президента СССР, в общем, предали его, сговорились против него. Это не был военный переворот, это был гражданский бюрократический переворот. И вот он, так сказать, не преуспел, не получилось. Если происходит военный переворот, и власть переходит к группе военных или там сотрудников правоохранительных органов, то это обычно, как ни странно, такой коллегиальный способ управления, то есть вот в буквальном смысле хунта, группа единомышленников, группа товарищей. В принципе, статистически военные автократии недолговечные, 5-7 лет их средний срок, и они с большей вероятностью, чем другие типы автократии, передают власть на выборах. Почему? Потому что, опять же, статистика во многом тут зависит от числа политических режимов, а чаще всего такие штуки происходят где-нибудь в Латинской Америке. Страны это небольшие, небогатые, и поэтому они хотят как-то войти, обратно вернуться в международное сообщество, чтобы какую-то торговлю завести, какие-то деньги получать. А международное сообщество, организации объединенных наций, МВФ, они очень не любят нелегитимные правительства, поэтому они их побуждают всячески побыстрее провести у себя выбор и как-то поприличнее выглядеть. Некоторые политологи, особенно последние годы, стали хорошо относиться к военным переворотам, считая их таким этапом на пути к демократизации. То есть, если у вас было какое-то такое древнее уже, так сказать, замшелое персоналистское правление, то бывает неплохо, если его, значит, скинет группа молодых военных, и потом, глядишь, и демократизация как-нибудь у вас образуется. Но это работает в тех системах, где армия является наиболее вестернизированной, модернизированной, образованной частью общества. Так бывает. Так, например, в Турции был. Так бывает часто в странах Северной Африки. То есть, вот это самые офицеры, это такие люди, ну, скажем так, лучше других умеющие читать и писать, часто имеющие западное образование, или армия строится по западному образцу, вот тогда у нее начинает возникать соблазн как-то взять власть в свои руки, опрокинув какие-то старые, обветшавшие уже политические институты. то у нас с вами ситуация не такая. Мы с вами какую-то хунту представить себе можем. Сегодня чаще даже представляют себе не сценарий, в котором, там, не знаю, армия и ФСБ сговариваются между собой и скидывает президента, который стал для них обузой. А когда вот эти вот кондотьеры, эти, так сказать, варлорды, атаманы, полевые командиры приводят свои отряды куда-то в центр принятия решений и, значит, говорят, скидываем мы там этого царя ненастоящего или мы его защитим, батюшку нашего, от посягательств. Разные бывают перевороты. Кстати, бывает такая экзотическая форма, как переворот в пользу действующего лидера. Так тоже бывает. Потом, да, потом может его долго никто не видеть, и он там только из закрытой комнаты привет передает и очень одобряет все происходящее. Так тоже случается. У нас чаще вот сейчас говорят именно об этом, но скорее не потому, что это выглядит вероятным, а потому, что это, так сказать, новое, экзотичное, такого не было. Это привлекает внимание. Об этом хочется, скажем так, порассуждать. Это первое. А второе, конечно, ощущение какого-то такого системного, ну, если не демонтажа, но какого-то уже такого опасного треска, который проходит по всей нашей властной пирамиде, вызывает соответствующие исторические ассоциации. Поэтому люди вспоминают Опричнину, поэтому люди вспоминают Смутное время, которого Опричнина была, так сказать, одной из причин и одним из глашатаев, вспоминают 916 год, вспоминают вернувшиеся с фронта отряды демобилизованных, вооруженных, разозленных крестьян, которые вернулись домой там поучаствовать в черном переделе, в переделе земель и таким образом сгубили 300-летнюю монархию. Это тоже очень понятные исторические аналогии, но к историческим аналогиям мы всегда призываем относиться с осторожностью, ничто не повторяется. Вы сказали, что выборы представляют опасность. Выборы у нас на 2024 год ближайшие, и раньше все как-то были уверены в этом 2024 годе и думали, что же там произойдет. Насколько сейчас эта дата, она твердая? Как вы считаете, будут ли президентские выборы, или что-то у нас куда-то подвинется или вообще отменится? Помните, когда был 20-й год и протесты в Беларуси, то говорили, что 2020 в Минске и это 2024 в Москве. Беларусь вообще опережает в своем политическом развитии Россию на несколько лет, как показывают наблюдения. Война смешала все карты, разумеется, но вот эту вот интересную корреляцию давайте совсем не забывать. Может быть, нам придется ее припомнить. Что касается вероятности выборов либо их отмены. Пока система очень стремится сохранить мое себя и привычные свои инструменты легитимизации, административного дисциплинирования и вообще проверки того, насколько она еще жива, функциональна и контролирует территорию живущих на ней людей. Поэтому, например, в 22-м году, несмотря на все разговоры о том, что не время сейчас выборы устраивать, выборы прошли, все намеченные на единый день голосования электоральные кампании состоялись, все прошли, в общем, ровненько, успешно. Пока, вот исходя из этого, можно предполагать, что, по крайней мере, внутриполитическому менеджменту будет очень хотеться держаться всеми конечностями за эту иллюзию бизнес-из-южил, ну и, собственно, за остатки своей собственной значимости, какой-то своей важности для системы, чего они делают и зачем они все нужны. Ну, вот они выбор проводят. Поэтому пока что называется так, в каком мы будем состоянии к 24-му году, никто не может знать. 22-й проклятый заканчивается, 23-й, который, может быть, не веселее, еще только начнется, его еще надо пережить. Какова будет Российская Федерация, где она будет находиться через год, сколько будет у нее территорий, кто там будет жить, этого мы с вами не знаем. Поэтому прогнозировать выборы 24-го года уж тем более не будем. Я читал, что, возможно, выборы в Государственную Думу досрочные, кому-то кажется, вот хорошие идеи провести в 23-м году, чтобы изменить состав Государственной Думы, пригласив в нее, как недавно нас пригласили в Совет по правам человека, таких вот ярых сторонников войны, чтобы у радикальных вот этих вот зет-патриотов появилось свое представительство, и они перестали быть такими радикальными. Кооптация, как это называется на языке политологии, ну-ну. Если не было досрочных выборов парламентских после изменения Конституции, для чего были бы, в общем, некоторые правовые основания, то правовые основания, конечно, можно придумать, Конституционный суд у нас может объяснить что угодно, как мы уже видели многократно, но не знаю, я про это не слышала, опять же, инстинкт системы будет ей подсказывать держаться за рутину, сколько можно, вот сколько получится, столько держаться. Вопрос о представительстве новых территорий поднимался, это было слышно. Ну, вот, собственно, спикер Государственной Думы рассказал, что мы тут назначим кураторов. Этих самых замечательных земель уже там, какой-то же там есть у нас представитель, бородай-не бородай, какой-то вот из этих, так сказать, вольных людей у нас в Думе-то сидит, не особенно, кстати, его там и видно как-то. Вы знаете, пока у нас не то, что кооптации никакой особенно не наблюдается, у нас, да, кого-то сделали членом СПЧ, ну, как мне хорошо известно, это должность без зарплаты и без полномочий, и даже вообще без кабинета, и без телефона, без чего бы то ни было, только у тебя есть твой же собственный электронный адрес и электронный адрес от других членов СПЧ. Вот с этим и работаем. Так что это не то, чтобы какая-то очень могучая кооптация, а остальных кооптируют в основном то грузовиком, то уголовным делом. Так что у них другой немножко сценарий. Наша политическая машина очень не любит новых людей. Не любит, не любит. Места за столом не дает, пирогом делиться не хочет, как это, за стол не сажат, по отчеству не величат, как в Северной сказке. Так что эти все бойцы за русский мир, они обычно награду свою обретают где-нибудь в виде посмертного указа о присвоении какой-нибудь медали с орденом. Больше пока ничего. Так что все возможно, никаких невозможностей, как мы только что сказали, нет, а в наше-то время в особенности. Но пока я не вижу каких-то признаков к тому. Кто, по-вашему, мог бы стать преемником Владимира Путина, если все-таки мы увидим сценарий программируемой смены власти, контролируемой. Тут как раз мало что изменилось, Илья, с тех пор, как мы с вами в прошлый раз о том же самом говорили и вспоминали 1999 год, и то, как Ельцин, непопулярный Ельцин, значит, такой президент с ничтожным рейтингом и высоким антирейтингом, сумел вот эту вот операцию преемник замечательным образом произвести. А в случае контролируемой передачи власти преемник должен одновременно быть и наследником, и антагонистом. Это, кажется, внутренне противоречиво. На самом деле, опять же, как показывает пример самого нынешнего нашего президента, это вполне-вполне осуществимо. То есть преемник должен быть преемником, то есть его должен представить его предшественник, и он должен дать какие-то внятные публичные заверения того, что в целом курс продолжится, что он не собирается производить, так сказать, революционных перемен прямо сразу. Одновременно он должен отличаться от своего предшественника, потому что если он не отличается, то если можно себе позволить неотличающегося преемника, то можно себе позволить и самому посидеть. Если приходится с преемником возиться, значит, народ хочет нового. Какого нового хочет народ в нашем случае? Тут тоже, я подозреваю, мало что поменялось с тех пор, как мы с вами обсуждали вот этот вот прославившийся опрос, кого из киногероев вы бы хотели видеть президентом. Повторение опроса 99-го года. Тогда, как мы помним, первая тройка состояла из военных силовиков. Это был Жуков из фильма «Освобождение. Маршал Жуков». Это был Жеглов из сериала «Место встречи. Изменить нельзя». И это был Штирлиц из сериала «17 мгновений весны». В 2019 году, 20 лет спустя, первые места делили между собой профессор Преображенский из «Собачьего сердца» и Катерина из фильма «Москва слезам не верит». В зависимости от того, в каком регионе проводились опросы, то один, то другая, были на первом или на втором месте. В первой пятерке, по-моему, остался Жеглов, я не помню, остался ли Штирлиц, надо посмотреть, никого Жукова или Петра Первого из фильма про Петра Первого не было там и близко. То есть мы видим запрос довольно понятный. Это будет запрос на штатского человека, на гражданского, на человека, обладающего знанием, компетенциями, на достаточно, по крайней мере, выглядящего эмпатичным, понимающим, слушающим вот что-нибудь такое. Я думаю, что этот запрос, который сейчас выглядит контринтуитивно, звучит контринтуитивно, потому что, понятно, да, война и не время, вообще ни для чего не время, на самом деле он будет только нарастать. Судя по тому, какую панику, какой страх в обществе вызвала мобилизация, общество наше не очень изменилось. Оно напугано, но оно не озверело. Этого пока не видать. Мы как были пожилым социумом с преобладающими женщинами, так и остались. Из этого не следует, что у нас там какой-то гуманизм и либерализм прям разлился по поверхности, но это, по крайней мере, значит, что люди чувствуют себя очень несчастными, очень запуганными, очень неуверенными, и им хочется кидаться вообще к любой гипотетической надежде и утешению. Я могу прогнозировать, исходя из, например, популярности определенного рода литературы, подвида, так сказать, психологической литературы, всякой литературы по селф-хелпу и определенного типа контента в сетях и в телевизоре. Можно предсказать появление каких-то новых шпировских чумаков, только на этот раз, например, не заряжающих воду, а рассказывающих людям что-нибудь вот такое поддерживающее и хорошее. А у нас до 22-го года на первом месте в продаж среди нон-фикшн книг была книга под названием «К себе нежно». Бедные русские люди хотели вот такого, а их вместо этого отправили в окоп, значит, окапываться голыми руками и ждать, когда чего тебе прилетит. Это, конечно, довольно душераздирающая история с точки зрения социальной динамики. Вот увидите, вот посмотрим, скажем так, лучше вот к этому, к чему-то такому будет приходить. Возвращаясь к вопросу о преемнике, вот этот вот, так сказать, смутный образ, который мы сейчас с вами моделируем, он, в общем, достаточно понятен, достаточно осязаем. Если системе очень сильно повезет и у него получится, хватит ты внутренней решимости и внешних ресурсов для того, чтобы провернуть такую операцию, то это мог бы быть кто-то из гражданских чиновников, возможно, кто-то из губернаторов молодых, возможно, кто-то из нынешних молодых министров, вот какой-то такой рода человек. Давайте пару фамилий назовем. Кто вам наиболее симпатичен? Мне симпатичен? Что-то хочется прибавить, как это, да на них пробы ставить негде. На ком взор-то остановить с умилением, как у Пушкина? Не на ком, естественно. Мало кто уже похож на человека на нынешний момент. Мы сейчас говорим не о моих симпатиях, мы говорим о политических вероятностях. Фамилии называть, я думаю, довольно бессмысленно. Довольно бессмысленно, вряд ли, я себе представляю, что вряд ли будет то, о чем говорили некоторое время назад достаточно часто, то есть вытащат какого-то охранника, какого-то бравого ФСОшника из-за пазухи и вот покажут, вот он ваш замечательный новый орел, серьезный взгляд, надменный нрав, вот это вот все, лицом и голосом героя, примизной устана из того же драматического произведения. Я думаю, что вот это немножко не то. Это люди будут хотеть поствоенного руководителя, руководителя мирного времени, который будет как-то вот залечивать раны и, значит, всех выслушивать, понимать и вообще помогать и как-то восстанавливать мирную жизнь. Вот что-то, что-то в этом роде я бы себе представляла. Опять же, если мы сможем себе позволить такую штуку, это мы с вами очень хорошие для самой системы сценарии рассматриваем. Может быть, все и даже, наверное, учитывая, до чего мы тут довоевались, может быть, мы эту развилочку уже и проехали. Есть такая страшилка, вы наверняка и много раз видели в интернете, что, возможно, выбирать нам придется между Пригожиным и Кадыровым. Ну, с Кадыровым все понятно, а Пригожин довольно новое на политической арене лицо. Раньше он в политике замечен не был, теперь ему чуть ли не какую-то личную партию и представительство в органах власти пророчат, и что человек пошел делать себе политическую карьеру. Как вы себе объясняете феномен Пригожина и его именно политическую активность последних месяцев? Это все довольно печальная картина, это такой фурункл на политическом теле, который, может, не имеет смысла обсуждать как его самого, его, так сказать, богатую натуру, а как симптом. Симптом это плохой. Распад монополии государства на легальное насилие, не устаю это повторять, один из признаков собственно распада государства, это базовая государственная функция. Любая, хоть сколько-нибудь здоровая власть, которая хочет сохраниться, не гуманная власть, не правовая, не либеральная, какая угодно, которая просто хочет усидеть, будет за эту монополию держаться всеми руками, ногами, и что у него там есть. Что это значит? Это значит, что лишать свободы, имущества и жизни может только государство, а если это кто-то начинает делать частным порядком, государство за ним гоняется и прекращает его активность, потому что никто, кроме него, и объяснять себе, что это делается по моему поручению, под моим контролем, что это вот зато эффективнее, чем там регулярные силы, что это лучше действует, что сейчас чрезвычайная ситуация. Это просто утешать самих себя. Такого рода явления разрушительны для устойчивости любой политической модели. Тут еще раз повторю, неважно, демократическая она, авторитарная, тоталитарная, полевых этих командиров, вот этих вот вольных атаманов отлавливают и убивают все. Какой бы ты ни был демократ и либерал или какой бы ты ни был сам по себе кровавый диктатор, ты не будешь терпеть рядом с собой вот такое. Если ты это терпишь или даже по какому-то удивительному, так сказать, загибу в мозгах поощряешь, это, как минимум, очень опасно, в высшей степени рискован. Что касается возможных, так сказать, возможной популярности таких людей, не опоры на силу, такие люди могут действительно привести боевой отряд к зданию администрации, вышвырнуть оттуда их, так сказать, обитателей и сесть туда самим. Это вполне возможно. Никаких к тому больших препятствий нету. Вопрос же не в том, чтобы сесть, вопрос в том, чтобы удержаться и потом как-то управлять. Ну вот как раз для, так сказать, переворота и краткосрочного удержания власти такие люди часто бывают пригодны. Когда мы с вами говорили о переворотах чуть раньше, а в общем можно себе представлять и такого рода картину. В этом, еще раз повторю, ничего невероятного нет. Из этого не следует, что это обязательно случится. Но совсем вычитать эту вероятность из нашего уравнения мы тоже не станем. Но что касается популярности, так сказать, откликов в душе народной, это совершенно другое дело. Это совершенно другое дело. Как бы ни старались из России, так сказать, выгнать и заткнуть рот всем образованным людям, Россия все-таки не состоит из уголовников и их симпатизантов. Россия городская, немолодая страна, населенная в основном людьми, которые заняты не физическим трудом. А заняты они в сфере так сказать обслуживания, управления. Работают они там продавцами и водителями две наши самые массовые профессии. Или врачами, учителями, или менеджерами среднего звена. Но в общем они людей по перекресткам не режут. Это не то чтобы очень распространенная у нас даже сейчас социальная практика. Поэтому не надо обманываться всей этой уголовной романтикой. Людей это пугает. Люди совершенно понятны, инстинктивно, не читая никаких учебников по политологии, видят в этом признак плохих времен. Можно иметь претензии к полицейскому, когда он к тебе либо не приходит на вызов, либо когда ты туда попадаешь, начинает из себя выбивать показания. Это очень нехорошо, это большое социальное зло. Но никто даже в этой ситуации не предпочитает полицейскому бандита. Бывают такие исторические периоды, но их никто не любит. И посмотрите, как долго у нас получалось пугать народ призраком лихих 90-х и продавать им любое властное злоупотребление как меньшее зло по сравнению с вот этой самой вольницей. теперь здравствуй, значит, Новый год. Пришло то же самое, только еще с гораздо большим, чем у любого бандита 90-х, так сказать, вооруженной, с гораздо большей вооруженной силой, с гораздо лучшим обмундированием и вооружением. Это мало кому на самом деле способно как-то в массовом порядке понравиться. Значит, партия швабры и кувалды не завоюет симпатии граждан. Еще раз повторю, не надо себя обманывать. К этому самообману, кстати, склонны люди либеральных наклонностей, которые легко пугаются, легко ужасаются и легко представляют вот этот вот народ-людоед, который вот, вот видите, какой он оказался. Что называется, не давайте себе заноситься ни в одну, ни в другую сторону. Не надо воображать Россию, населенную идиллическими пейзанами, голубоглазыми, значит, светловолосами, но и воображать себе Россию, населенную исключительно головорезами, тоже не стоит и то и другое в одинаковой степени. Иллюзия. Так что популярности такие люди не обретут. Более того, популярность обретет тот, кто сможет приструнить эту вольницу. Вот следующий, так сказать, апостол порядка, вот, собственно, полицейский, фигура закона, которая должна стоять у трупа бандита, вот он соберет какие-то народные лавры. Это гораздо вероятнее. Что касается Рамзана Кадырова, не как возможного преемника, ну, потому что серьезно его рассматривать не будем, а как некий фактор, который в случае смены власти может стать проблемой, потому что сегодня он себя позиционирует как верного пехотинца Путина и меняет, мы не знаем на что, но на что-то он явно меняет стабильность. Эту стабильность у себя, по крайней мере, в регионе как-то продает, и есть такой вот негласный договор. В случае смены власти договоренности могут быть нарушены. Может ли в таком случае Чечня стать каким-то фактором, как дестабилизирующий регион? То, что мы видели, например, в 90-х. Я не очень разбираюсь именно в этом регионе, Кавказом надо заниматься. Это своеобразное место. Так вот, со стороны посмотреть и определить что-нибудь о нем трудно. но то, что эти республики, не только Чечня, на 90% или чуть меньше обязаны в своей бюджетной структуре трансфером из центра, это правда. Это, наверное, главное, что о них надо знать. Они почти полностью, чуть более, чем полностью, как говорят, содержатся Москвой. Пока Москва их содержит, они будут демонстрировать хотя бы показную лояльность. Хотя мы видим, как удивительно ведет себя Чечня, когда, собственно, пришел момент выставить верную дружину на помощь белому царю. Верная дружина пару раз сходила в самом начале, насколько я понимаю, военной кампании пару раз как-то огребла и после этого уже ни в каких местах боевого соприкосновения не появлялось. А когда началась мобилизация, руководитель Чечни отказался ее проводить сразу. То есть даже разговоров никаких не было. Сказал, нет, мы в этом не участвуем. Все это было оформлено, как мы уже там на 200% все выполнили, но поди проверь. Суть дела сводится к тому, что мобилизации в Чечне не было. То есть даже и сейчас Москва за свои деньги имеет вот такое. Надеюсь, она довольна своей покупкой, довольна этой сделкой. Как будет дальше это все выглядеть, когда денег, когда, если денег станет меньше, давайте посмотрим. Я, с своей стороны, могу считать вот это основным, что называется, приводным ремнем. Все остальные факторы мне менее понятны, этот понятен. Шансы не нулевые будут, я бы сказала, у каждого. В случае смены власти, в случае режимной трансформации в игре будут участвовать все, кроме мертвых. Вот кто не умер, тот и актор. Такая будет ситуация. Мы увидим удивительнейшие комбинации, удивительные взлеты и падения. Мы забыли, что такое хотя бы относительная политическая свобода. Мы забыли и не представляем себе, каким может быть богатство и разнообразие политического предложения. Мы живем в искусственно структурированной политической ситуации, с ненастоящими партиями, с назначенными политическими лидерами, с назначенными лидерами общественного мнения. Все это искусственная конструкция. Когда она сменится ситуацией более естественной, когда в этой теплице разобьется пара стеклышек, как в известном рассказе русского писателя Всеволода Гаршина. Помните, такой был рассказ про пальму, которая росла в оранжереи и хотела очень на волю. И вот, наконец, она прошибла головой стекло, и, в общем, естественно, снег пошел в эту дырку, и все они замерзли. Такой вот есть печальный рассказ, который почему-то детям в школе время от времени преподает. Так вот, в нашей искусственной теплице сидят наши системные партии, сидят наши замечательные, так сказать, дозволенные лидеры общественного мнения, меряются рейтингами своими, что-то там о себе понимают, считают, что они тоже представляют гражданское общество, как нам пресс-секретарь президента говорится и со сменой состава Совета по правам человека. Изменилось общество, теперь у него другие лидеры. Вот такие у него лидеры. Все это происходит вот в этой вот тепличке, в этой оранжерейке замечательной, где водичку подают, подогревают себя, освещают выгодно и так далее. Все это замечательно. До той поры, пока к ним не постучится снаружи. Суровая реальность. Тогда будет все абсолютно по-другому. Вот это единственное, что мы знаем. Единственное, что мы знаем, что по-другому. У тех, кто выживал в естественных условиях, в том числе у той оппозиции, которую вы назвали несчастной, вы знаете, она намного менее несчастна, чем многие другие. И в будущем это будет видно. Так вот, те, кто проходил хоть какую-то политическую конкуренцию, кто сталкивался с давлением, противостоял ему, да, будут иметь шанс. Мы ни на кого сейчас не покажем пальцем и не скажем, вот они возьмут власть, но и мы ни на кого не покажем пальцем и не скажем, вот они безнадежно, с ними будет все кончено. Ни с кем не будет. Кто живой, еще раз повторю, тот и поучаствует. Алексей Навальный, который сейчас вынужденно никак не участвует в политике, лишь описывает свой довольно страшный тюремный быт и все не очень веселые вещи, которые с ним там происходят. С точки зрения политики, политического капитала, это скорее играет ему в плюс или в минус? Теряет ли он свой вес и свое звание одного из самых ярких и сильных оппозиционных политиков? Не забудут ли его условно через год, через два, как вы считаете? У него есть накопленный политический капитал, он имеет узнаваемое имя. Это бесценный на самом деле ресурс. Вот простая узнаваемость, даже при высоком антирейтинге, это капитал. И он не дает забыть о себе посредством вот этих вот, так сказать, проникнутых мужеством и стоическим юмором посланий, которые он каким-то образом все-таки передает из тюрьмы на волю. Если, на что мы все надеемся, он доживет до эпохи политических перемен, да, он тоже будет их участником. Вы так говорите, если он доживет, звучит... У вас есть какие-то нехорошие прогнозы на этот счет? Это мы можем сказать о любом из нас. А у вас относительно себя или у меня относительно меня есть какие-то прогнозы, хорошие или нехорошие? Кто может ручаться? Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нет, конечно. Ну, понятно, что сейчас никто не уверен, но нас, по крайней мере, не мучают в тюрьме. Вот как... Нет, нет. Это действительно некоторое конкурентное преимущество. Это тоже правда. Но весь вопрос, еще раз повторю, вопрос не в том, кто хорошо или плохо чувствует себя прямо сейчас. Единственное, что мы знаем о текущем моменте, это то, что он непрерывно меняется. Поэтому важно не насколько ты здоров сегодня, а насколько ты доживешь до часа икс. Вот это важно. Что будет с Единой Россией? Насколько эта структура, которая сегодня у нас, как в свое время была, КПСС, гигантская, огромная, неповоротливая, сможет ли она сохранить какие-либо позиции? Может быть, уйти в оппозицию в случае чего? Или она рассыпется в один день? С КПРФ сравнивать Единую Россию совершенно не справедливо, неправомочно. Это абсолютно разные структуры. КПРФ была, во-первых, массовой партией, количественной. Я с КПСС... КПСС, прошу прощения. И структурно она пронизывала весь общественный организм. Ячейки партийные были, как вы помните, ну вы не помните, но как вы знаете, в каждом производстве, в каждой школе, в каждом вузе, вообще везде, где, так сказать, трое собирались советских людей, и там была партийная ячейка. Это был некий такой обруч или система обручей, которая вот эту вот бочку, так сказать, советского социума, советской политической системы, в общем, образовывала и удерживала. Единая Россия никакой подобной роли не играет. Эта партия не массовая, с совершенно неразвитыми региональными структурами, она не образует какого-то единого такого скелета. В этом смысле, вот как раз штабы Навального представляли собой куда более, так сказать, куда большее подобие партии, чем Единая Россия в любой день своей жизни. А далее в ситуации режимной трансформации есть две вероятности. Бывают такие, так сказать, случаи режимных трансформаций, в которых предыдущая партия власти участвует. Ну вот, например, относительно мирная демократическая трансформация в Тунисе прошла с участием той партии, которая была правящей. Вот в Тунисском конституционном квартете, который потом Нобелевский премиумир получил за то, потому что они сумели принять новую конституцию и не устроить в себе гражданскую войну, там участвовала и предыдущая правящая партия, и профсоюзные организации, и союз юристов Тунисский. То есть такие вот структуры, не то чтобы оппозиционные, не вылезшие из-под полья, а как-то работавшие при прежней власти тоже. Это бывает. Гораздо чаще, конечно, бывает, что такие организации не то что разбегаются, они просто растворяются. И даже трудно их в этом упрекать, потому что это не партия, это очередь в кассу. Вот пока в кассе выдают в окошке что-то, зачем они стоят, стоит очередь. Она непробиваемая, как фаланга, она очень устойчивая, она следит за порядком внутри себя, посторонних не пускает, все в нее хотят попасть. Но как только окошко закрывается, она не то чтобы там вот опять же разбегается с воплем в разные стороны, просто люди расходятся по своим делам, и ничто не указывает на то, что они только что стояли в этой очереди. Так бывает тоже, и так бывает, пожалуй, чаще. Что, по вашему мнению, хочет Запад? Каким он видит Россию? Какая Россия Западу выгодна, Россия будущего? Я не могу об этом судить. Я по-прежнему не очень верю в существование Запада как единого политического субъекта. Мне это кажется ужасно грубым обобщением, которое уводит нашу мысль вообще в ложную сторону. Я понимаю, что нет никого, кто был бы заинтересован в хаосе на просторах Евразии. Существует такая точка зрения популярная в некоторых странах, которые, так сказать, к России поближе и больше от нее настрадались, что вот как будет хорошо, если внутри России там будут сталкиваться бесконечные банды каких-то вооруженных уголовников, вот будут они тут бродить по блокпостам, друг друга отстреливать, в городах там будут жители окапываться и в этих окопах там картошку выращивать, вот такая Россия не будет опасной, и для кого ей будет не до того, чтобы напрыгивать на соседей. Это, конечно, в качестве популяцистического образа выглядит эффектно, в качестве политической реальности это никого не порадует. Страна ядерная, да и без ядерного оружия, много всякого другого оружия, много разных, так сказать, технологически опасных объектов, которые надо поддерживать, за которыми надо следить, поэтому всем надо, чтобы здесь был какой-то базовый порядок, какой-то базовый гражданский мир, чтобы люди, скажем так, могли жить безопасно для себя и для окружающих. Другие страны хотят Россию не агрессивную, это вот совершенно точно, они хотят Россию, от которой не надо ждать каждую минуту какого-то дикого совершенно фортеля. Как этого добиться, это другой вопрос. Есть версия, что надо всех там разоружить до последней степени, как вот Японию после войны, как Германию, вот сделать какую-то такую демилитаризованную Россию. Другая школа мысли говорит, что надо вот как-то учесть ее интересы, и тогда она будет, значит, добрая, подарить ей велосипед, до этого она злая была, потому что у нее велосипеда не было, теперь у нее велосипед будет, и она, наверное, как-то подобреет. Есть промежуточные позиции между этими. Я надеюсь, что в какой-то момент, так сказать, правительством ведущих стран мира придет в голову мысль, которая, в общем, до этого была вполне мейнстримная, а теперь как-то подзабыта, что, в общем, хоть какие-то гарантии мирного существования дают вхождение в общие правовые и политические союзы. То есть страны подписывают, например, какие-то там декларации договора и гарантируют, или третья сторона гарантирует выполнение этих договоров, берут на себя обязательства, вносят изменения в свое законодательство, становятся членами международных организаций. В общем, вся система международной безопасности построена ровно на этом. Как-то считается, что она, так сказать, перестала работать, но я не думаю, что какую-то новую идею тут можно изобрести, кроме как не изолировать страны, кажущиеся вам опасными, а наоборот вовлекать их максимальным образом в различные договоренности. Изоляционизм ведет к агрессии. Видимо, Россия за одним числом теперь становится понятно, стала на этот агрессивный путь, когда она так переформулировала для себя суверенитет, что он стал синонимом изоляции. Если переформулировать его иначе, то можно, наверное, хотя бы пытаться повернуть эту ситуацию в какую-то более, скажем так, в какую-то более обитаемую форму, чтобы это все приняло. Спасибо большое. Было, как всегда, интересно. Спасибо вам.